Самыми небезопасными по количеству опасных сосулек и снежных навесов инспекция Государственного жилищного надзора называет Ленинские и Свердловские районы. Но, как мы видим, и в Мотовелихе подобные снежные украшения почти повсеместно. По данным Госжилнадзора, с начала этого года в инспекцию поступили 36 жалоб по вопросам уборки придомовых территорий. За два месяца проверок инспекция провела 50 осмотров, выявив 13 нарушений и выдав 4 предписания управляющим компаниям о необходимости убрать снег и лед с крыш. Зона ответственности лежит в любом случае на собственнике помещения, независимо от формы собственности. На крышах многоквартирных домов зона ответственности в управляющей организации, которая обслуживает данный многоквартирный дом. И на балконах, которые входят в состав общего имущества. Если наледь образовывается на козырьках балконов, которые не входят в состав общего имущества, то зона ответственности собственника помещения в многоквартирном доме. Сроков по уборке наледей и навесов не существует, говорят специалисты инспекции. Все эти снежные опасные сугробы и сосульки с крыш нужно убирать сразу, потому что они опасны. Куча снега и льда, упавшая с крыши, может и убить человека на месте. Штрафы за несвоевременную уборку от полутора тысяч собственника балкона до сорока тысяч. Такую сумму потеряет товарищество собственников жилья или жилищные кооперативы. И даже до четверти миллиона рублей. Самый большой штраф грозит за несвоевременную уборку крыш управляющими организациями и компаниями, управляющими на основании лицензии. С жалобами на неубранные крыши, где купится снег и лед, можно обращаться в управляющие компании вашего или соседнего дома, если под такой крышей ходить опасно уже всем жителям микрорайона. Письменные жалобы принимает инспекция государственного жилищного надзора по адресу улица Тимирязева, 30. Предварительно нужно записаться по телефону 216-4902.